привет всем вы на канале у татьяны дорогие зрители и подписчики моего канала сегодняшним видео займемся очень нужным своевременным и полезным делом посмотрите здесь у меня на столе скошенная трава тут разные виды трав и чистотел и парень и пастущая сумка и мятка все все у меня здесь есть вы мне спросите зачем это мне надо это не мне надо это надо нашим огородним культурам нашей рассаде сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим замечательные дешевые бюджетные удобрения для наших огородних культур и так это удобрение называется травяной чай вы меня спросите почему чай потому что это зеленый чай из разных трав только не для нас а для огородних культур все огородные культуры кустарники деревья всем им нужно удобрение и это удобрение можно приготовить домашних условиях она бесплатная она очень очень ценная понадобится только сорняки а также бочка у меня вот такая пластиковая бочка желательно использовать пластиковую посуду они железную она не ржавеет и так понадобится как я уже сказала сорняки бочка и вода вода теплая а также солнышко готовится такой настой чай как я уже сказала буквально 10 дней чем теплее тем скорее приготовиться чай после того как будет готово удобрение его можно использовать как в концентрированном виде так и в разведенном когда и как нужно использовать в концентрированном виде когда вы собираетесь высаживать рассаду в открытый грунт за день до этого вы должны сделать луночки луночки сделали и проливаете эти луночки концентрированным травяным чаем ждем сутки сутки прошли и можно смело в эти лунки пролив уже теплой водой обычной можно высаживать огородные культуры те культуры которые очень любят удобрение это все огородные культуры попробуйте вы увидите что ваши огородные культуры такие как перец баклажаны кабачки огурчики начнут бешено расти этот простой способ но очень и очень эффективный давайте займемся приготовлением травяного чая в приготовленную посуду у меня бочка я закладываю траву на две трети хорошо уплотняя ее вот так прижимаем руками чтобы побольше травки поместилось для усиления брожения и для ускорения всего этого процесса добавляем источник азота это дрожжи дрожжи прям отправляем сюда в бочку и все заливаем теплой водой но не до самого верха потому что начнется процесс брожения и чай начнет увеличиваться в объемах поэтому добавляем воду не до самого верха теперь нам осталось все накрыть крышкой прикрыть но не плотно вот так что делаем дальше каждый день хотя бы раз в день нужно помешивать палкой травяной чай и еще если травяной чай будет находиться на солнышке то он приготовится буквально за 8-10 дней если в тени то за 10-12 дней как же использовать травяной чай если вы хотите подкормить ваши растения используем так берем литр травяного чая и разводим в 10 литрах теплой отстоянной воды приготовленный травяной чай имеет темно-зеленый цвет и неприятный запах это конечно же минус этого чая но полезности он приносит вашим растениям намного больше как мы узнаем что травяной чай уже готов пузырики которые появляются при брожении исчезает и как я уже сказала темно-зеленый цвет приобретает травяной чай с каким же интервалом можно использовать травяной чай используют его три раза за сезон с интервалом 10-14 дней если растения огородни очень маленькие то есть рассада очень слабая используйте буквально чуть-чуть этого раствора а если они уже поднялись в рост можно использовать по литре под каждое растение обязательно это же очень просто в этом году приготовьте травяной чай и подкормите ваших любимцев они вас отблагодарят щедрым урожаем понравилось видео жмите лайк делитесь с друзьями пишите комментарии и до новых видео и до новых встреч пока пока